Осло пытается раздуть скандал вокруг визиты российских официальных лиц на Шпицберген. Архипелаг в Северном Ледовитом Океане, находящийся под юрисдикцией Норвегии, но имеющий особый международный статус. Мед этой страны собирается вызвать российского посла в связи с тем, что там побывал вице-премьер Дмитрий Рогозин, входящий в санкционный список ЕС, который поддержал Норвегию. И это при том, что Шпицберген открыт для безвизового сообщения, и в аэропорту нет даже паспортного контроля. Вся эта шумиха не помешала планам нашей делегации, и конечной точкой маршрута была дрейфующая станция «Северный полюс-2015», торжественно открытая в Арктике. Репортаж Александра Евстигнеева. Белый снег, синий лед, одеялом лоскутным разноцветные палатки. Полярная станция «СП-2015». «СП» значит «Северный полюс». До него километров 30. Точнее, никто не скажет. Станция дрейфующая. По сути, мы плывем на льдине. 10 на 15 километров. Станция наша стоит на однолетнем льду. И мощность льда в окрытии всей станции. Это метр восемьдесят, метр восемьдесят четыре. Этого достаточно, чтобы сел самолет с грузом и делегацией арктической комиссии. Никогда еще Арктика не видела столько министров сразу. Экономического развития, природных ресурсов. Во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. С этого момента станцию считать открытой. Россия начинает чувствовать себя в пространстве и заявляет о своих границах, о своих интересах. Но в прошлом году произошло историческое событие. Это восставление территориальной целостности России в сравнении с Севастополем и с Крымом. В этом году, в начале того года, это, считайте, новый взгляд, новый мощный акцент на развитии Арктики. Это ведь вещь одного порядка. Когда Дмитрий Рогозин уже вернулся в Москву, Министерство иностранных дел Норвегии выразило недовольство его визитом на Шпицберген. Поскольку вице-премьер находится в черном списке российских политиков, которым запрещен въезд в Евросоюз. Норвегия в ЕС не входит, но санкции поддержала. После драки кулаками не машут, написал Рогозин в Твиттере. Норвежских законов он не нарушал. По договору еще 1920 года россиянам не нужна виза, если они летят на Шпицберген напрямую из России. Наука на льду. Сезон 2015. Ученые изучают воду, лед, погоду. Министры, как все устроено на станции. Отметили слишком много импортного. От приборов до самолета, на котором прилетели. Украинский Ан-74. Теперь в России такие не поставляются. Пообещали, российские заводы сами сделают все для полярников. Не хуже и в ближайшие пару лет. По программе освоения Арктики. Хоть она и говорит, что безмолвная, никого здесь нет. Но в сегодняшнем мире, если ты не проявляешь активность, то обязательно кто-нибудь придет и застолбит. Вот она самая макушка земли. Северный полюс. За то, чтобы за один раз пересечь все меридианы и полуобмороженными руками сделать здесь селфи. Люди готовы платить хорошие деньги. И поэтому туризм станет одним из направлений, по которому Россия будет развивать свою арктическую программу. И, конечно же, полезные ископаемые. Прежде всего, углеводороды, нефть и газ. Ну и, кроме того, вся таблица Менделеева. Драгоценные металлы, такие как золото, платина, редкоземельные. Например, никель. Месторождение россыпью. На карте хорошо видно, сколько их здесь. Арктическая зона сейчас дает 15% ВВП страны. И четверть всего российского экспорта. Недобытое сложно подсчитать даже примерно. Это, в основном, минеральные ресурсы. Они очень подвержены конъюнктуре сегодняшней. Сейчас она не самая хорошая. Но мы должны вкладываться в будущее. Это инвестиции долгосрочные. Это годы. Но прибыль действительно большая. Россия планирует возродить и судоходство по Северному морскому пути. Кратчайший маршрут Европа-Азия. Это позволит бизнесу экономить на перевозках. Пробивать путь во льдах будут атомные ледоколы. К 2020 году достроят три новых. Арктика просто космос. И по затратам на освоение нужны триллионы рублей. И в целом похоже. Пусто, холодно, немноголюдно. Покажете, как живет. В палатке камера сразу же запотевает. Разница температур. На улице суровый минус, а здесь плюс 15. Оборудована печкой. Чем топится? Дизельная, капельная печь. Личные вещи, четыре кровати. Живут по норвежскому времени. Час разницы с Москвой. Но скоро спать и работать будут по сменам. Все равно в полярный день светло круглые сутки. Почему решились ехать? Потому что это все-таки далеко от цивилизации. Автономка. Именно поэтому и решился, можно сказать. Чтобы побывать в новых условиях. Уникальное место нашей планеты. До сегодняшнего дня полярники высаживались здесь один-единственный раз. В 37-м году. Легендарная экспедиция Папанина «Северный полюс-1». Все было впервые и вновь. Спецснаряжение, спецприборы, спецобеды. Пять тонн продуктов на четверых. Одинокая палатка и героическое спасение. 274 дня. В этот раз экспедиция будет работать в районе Северного полюса. Три месяца. Пока лед не начнет таять. Но продуктов и материалов все же привезли на полгода. Александр Евтигнеев, Дмитрий Бедарев, Первый канал, Арктика.